Я бы так сказал даже, то есть жаловаться не надо, надо делать. Потому что от того, что мы друг на друга жалуемся про нехватку, ничего позитивного не будет происходить, пока ты не начнешь искать тех самых человек, то есть формировать некую систему допущений, при которых понимаешь, что не можешь найти идеального кандидата, ты снижаешь к нему часть требований, приоритизируя те требования, которые для тебя являются наиболее значимыми, то сразу после этого найм произойдет. Поэтому я не разделяю вот эти вот грустные нотки, нехватки кадров. Всех можно найти, нужно просто ориентироваться на то, что некоторые задачи не будут выполнены в минимальные сроки. Возможно, потребуется больше времени на вхождение в курс дело молодого специалиста, и большая нагрузка возникнет у, собственно, наставников и тех людей, которые будут заниматься его дообучением. Вопрос построен неверно. Регулятор на себестоимость вряд ли может повлиять. Он может повлиять на стоимость итогового решения, на уровень маржинальности, закладываемую производителем. Поэтому история с маржинальностью, наверное, она может быть управляемая, но опять-таки в каких-то определенных сегментах, потому что иначе рынок как таковой перестанет существовать, если он будет полностью зарегулирован, вплоть до каждой запятой. Поэтому, да, влияние может оставаться, особенно в каких-то массовых отраслях, где выявлена завышенная какая-то маржинальность. Опять-таки, этот механизм уже существует. Есть и ФАС, есть и антименопольное законодательство в этом плане. То есть здесь, как мне кажется, просто нужно будет в какой-то момент обратить внимание на существующие механизмы и снова заставить их работать с учетом вот этого вопроса. На мой взгляд, перспективы, как минимум, есть. То есть есть куда развиваться, есть тренд по импортозамещению, есть огромное количество стартапов, производителей стартапов, через черточку, наверное, которые пытаются, собственно, воплотить функции ушедших вендоров, воплотить их в новой упаковке, совершенно в новой логике. И, ну, я не могу сказать, что нас ждет какой-то прорыв. Но это постепенная эволюция в заданной системе координат, она будет происходить не только в 23-24, но и, мне кажется, где-то до 27-го года. Редактор субтитров А.Семкин